Здравствуйте! Начнем обзор афиши выходного дня традиционно со спорта. 26 мая в субботу в Шуйском скейт-парке пройдут соревнования по сельскому велокроссу. Принять участие смогут все желающие. Начало в 12.00. В воскресенье 27 мая в Плёсе пройдут соревнования по Рогейну – экстремальному ориентированию на сверхдлинные дистанции. Бегать по горам и долам придется около трех часов. И в выходные завершаются крупные соревнования Центрального федерального округа по боксу. Самые зрелищные бои состоятся в 16.00 в спортивном зале и ГХТУ в субботу. Приглашаются все желающие в ход свободный. Об остальных сюрпризах, которые готовит нам афиши выходного дня, расскажем поподробнее. Эти выходные станут премьерными для очередной экранизации фантастического произведения Сергея Лукьяненко. На большие экраны выходит фильм «Черновик». Лента расскажет историю дизайнера компьютерных игр, которого стерли из реальности. Дебютный уикенд ждет и очередную историю, пожалуй, самой успешной франшизы в мире. Вселенная «Звездных войн» покажет нам оригин Хана Соло, путь в результате которого он стал самым быстрым пилотом во всей далекой галактике. Игры в реальности на грани виртуальности предлагают организаторы спортивно-тактического клуба «Лазерстрайк-37». Для экстремальных и рисковых ивановцев они подготовили экшен-игру по мотивам легендарного сталкера. На территории бывшего лагеря участников ждет активный отдых с элементами квестов, лазертаг-схваток и ролевых игр. Есть миссии, загадки, которые нужно разгадать, артефакты, которые нужно найти, и персонажи, которые пытаются вывести участников из игры или, наоборот, помочь им. Задача – выжить и победить на все два часа игрового времени. Как и в компьютерной игре, присутствуют дополнительные жизни, очки опыта и возможность прокачать оружие. Такой отдых не забудешь. Каждая команда получает сертификаты, в которых сохранен весь прогресс игры. Всего аналог сталкера предлагает девять миссий. Можно сказать, фактически компьютерная игра, которая переносит вас в реальность. То есть, когда сталкиваются с бандитами или зомби, то есть, осознание того факта, что они вас могут убить, что игра для вас закончится здесь и сейчас, заставляет по-особому относиться. То есть, жизнь свою уже начинает ценить, не лезут на пролом, стараются войти как-то этих персонажей, чтобы с ними не сталкиваться. Поэтому эмоций очень много положительных. За культурным просвещением на выходных предлагают отправиться организаторы ночи музеев. Участвуют четыре площадки – Краеведческий, Музей Сица, Первого совета и Музейно-выставочный центр. Мастер-классы, выставки и полезные занятия для детей и взрослых будут доступны с пяти до десяти вечера в субботу. В этот вечер откроется выставка за семью печатями. Впервые в полном объеме будут представлены предметы из музейной коллекции сфрагистики. То есть, это печати. Печати как личные, например, дворян Долгоруких, Татищевых, Строгановых, так и печати, которыми пользовались дореволюционные предприятия нашего города. Ну, одно из самых интересных – это печать масона Ивана Гавриловича Колокольцева. Тема наших мастер-классов – текстильные аксессуары. Мы научим наших посетителей изготавлять брошки, бусы, текстильные предметы в интерьер. Традиционно в музее будет показ костюмов. В этом году мы показываем костюмы – это реплики XIX века, которые сделала кафедра конструирования швейных изделий. Тем, кто еще не успел открыть для себя манящие тайны животного мира, настоятельно рекомендуем посетить контактный зоопарк «Зов джунглей». 50 видов различного зверья, птиц и присмыкающихся. Некоторых можно погладить, кого-то почесать по животику, кого-то покормить. Как бонус – интереснейшая экскурсия с подробным рассказом о характере каждого обитателя зоосада. Питомцы сытые, здоровые и совершенно счастливые на вид. Спешите, пока выставка еще работает. Чтобы понять, что животное чувствует себя комфортно, это же на самом деле не только показатель размножения или хорошего питания. Первый, наверное, самый лучший показатель – это игривое настроение животного. Когда оно само идет на контакт, когда оно веселится, когда оно двигается, то есть занимается какими-то своими чудными делами, которыми они привыкли заниматься. То есть это как раз и показатель того, что животному комфортно и то, что оно чувствует себя расслабленно. 26 мая состоится торжественное открытие байк-сезона на Ивановской земле. Мероприятие будет происходить, то есть построение колонны будет из 3 до 4 в аэропорту. То есть проследуем колонной, организованной по городу Иваново, в клуб «Бункер». Все приходят, и дети приходят, потому что дети очень нравятся мотоциклы. Ну и так взрослым иногда тоже хочется посмотреть, что-то там ощутить, новые какие-то ощущения, увидеть что-то новое. Любителей драйва скорости экстрима на этих выходных ждут еще два интересных мероприятия. Оба пройдут в Шуйском районе, и поэтому без небольшого путешествия все же не обойтись. В субботу, 26 мая пройдут соревнования по трофи-рейдам. Организаторы подготовили очень сложную трассу, и зрители смогут увидеть, как вязнут даже самые вездеходные машины. Также 26 числа в Шуе на карьере пройдут соревнования по мотокроссу. Организаторы ждут гостей из других регионов. Это будет второй этап открытого Кубка региона. Кроме того, на этих выходных у весны есть последний шанс нас чем-то удивить. Следующая наша программа выйдет в эфир уже летом. Удачных выходных! Увидимся!